Конференция на тему информационной безопасности проводится уже 15 лет. В этом году инфофорум «Антикризис» призван найти способы быстрого выхода из сложившейся экономической ситуации с помощью IT-технологий. Специалисты привезли в Сочи много идей. Одна из предложенных – провести так называемый «Фарсайт-2030», то есть создать коллективный образ будущего и спрогнозировать возможные варианты развития, которые принесут крупные экономические выгоды. Хотя это может быть фантазия, а первый взгляд, куда будет развиваться IT. Но на самом деле поговорить об этом не только можно, но обязательно нужно, чтобы иметь программу некую. И пойдем по известному этапу создания некой матрицы такого проекта, пулы участников, потом дорожные карты. И я думаю, что это приведет, во-первых, к новым людям, к новым идеям. Инфофорум – это крупнейшая площадка, где специалисты информационной безопасности обмениваются опытом, решают проблемы. Неспокойная геополитическая обстановка, когда создаются органы пропаганды, происходят атаки на телекоммуникационные сети – это и есть кризисная ситуация, отмечают участники конференции. И традиционные методы здесь не помогут. У АВА антикризиса инфофорума две задачи. Первая – это в этих кризисных международных условиях ситуации, в этой кризисной ситуации, обеспечить безопасность российского государства и защищенность интересов людей. А во-вторых, конечно, это сохранить рабочие места, не потерять уникальных специалистов, потому что, ну, скупят их просто. В Китай увезут, еще куда-то. Надо бороться за свою отрасль. Импортозамещение в сфере IT-технологий – сегодня необходимость. И у российских специалистов появляются возможности быть независимыми от западных партнеров. Исследовательские институты страны вплотную занимаются разработками, которые призваны стать аналогами иностранного оборудования, в том числе и средств связи. Кстати, именно в этом вопросе Сочи может поделиться опытом с любым регионом. Такие технологии здесь используются повсеместно, в частности, городским департаментом транспорта и связи. Хочу сказать, что на самом деле наш город, наверное, наиболее продвинулся в этом отношении в части внедрения информационных технологий. Любой автобус у нас является частью информационной технологии. То есть он обеспечен связью, обеспечен соответствующими техническими решениями по требованиям части безопасности. По итогам инфоформа «Антикризис» специалисты подготовят документ со всеми предложениями и отправят его в правительство страны, поскольку, отмечают информационщики, отрасли необходимы конкретные действия.